Здравствуйте! Пока нет никаких признаков первого контакта. Высота этих объектов не менее 4,5 метров. Я вчера ходила на фильм «Прибытие». Доктор Бэнкс, я полковник Джи Ти Вебер. Все говорят, что вы лучшая по части переводов. Мне нужно, чтобы вы кое-что перевели. Так это... Хочу опять же поделиться своим отзывом. Обещаю, спойлеров не будет. Вы давно не попадали в стрессовую ситуацию? Сейчас считается? Если я не ошибаюсь, то на этот фильм делала обзор Рубина Худина. Так вот, после ее отзыва я не очень хотела идти на этот фильм, потому что что-то подобное я уже видела. Но некоторые моменты в самом даже трейлере меня смутили. Что, как, как это может быть связано, как это относится к друг другу. Да и в принципе у меня хотел этот фильм посмотреть молодой человек. И я в принципе согласилась, что мы пойдем смотреть именно эту картину. Сразу скажу, я не жалею, что я пошла на этот фильм, потому что мне он понравился. Но я бы не становилась в очередь и не бежала бы в кинотеатр, чтобы его посмотреть. Опять же, если бы я знала то, какой он будет, я бы дождалась его в онлайне. Фильм впечатляющий, с хорошей графикой. Как можно скорее. Чего они хотят? Откуда они? С запутанным немножко непонятным началом. Сюжет на протяжении всего фильма держит вас в таком неведении, в напряжении каком-то, в недоумении, наверное. Что-то такое интересное. Вам хочется наконец-таки узнать, что же все-таки случилось, что произошло, либо что случится. А сейчас что происходит? Они прибывают. Господи боже. Когда я досмотрела фильм до конца, если честно, я была в шоке. Главное, от чего я была в шоке, это от того, что мое видение окончания фильма совсем не такое, как у Алены. Я не собираюсь сравняться ни на кого, просто она оставила некий такой спойлер. И после этого я ждала его. Я уже якобы знала даже, чем все закончится. Но в итоге окончание, именно мое, не такое совершенно. Моя версия концовки, что человек просто увидел свое будущее, а не перерождался как-то. Просто увидел свое будущее и все на этом. Мне кажется, что бы ни случилось, все сводится к нам двоим. Я думаю, те, которые смотрели этот фильм и смотрели отзыв Алены и многие, наверное, другие отзывы, и посмотрев мой, они поймут, о чем идет речь. Если же вы не смотрели фильм, то не смотрите никакие обзоры, а просто идите в кинотеатр. Мне он понравился. В целом задумка хорошая. Сама картина неплохая, неплохо снята. Особенно звуки. Мы еще смотрели этот фильм в другом кинотеатре. Если вы из Воронежа, то вы знаете кинотеатр «Спартак». Я там никогда раньше не смотрела фильмы. Мы для себя что-то новое такое решили открыть, побывать в разных кинотеатрах. Потом когда-нибудь сниму отзыв просто, какой мне ближе кинотеатр, именно по духу, там, где мне комфортно. Хочу побывать во всех и сравнить просто. Где попкорн вкусный? Потому что вот в «Спартаке» мне не понравился попкорн, сразу скажу. Хотите, то посмотрите картина. В принципе, стоит того. И я не жалею денег. Я не жалею, что я пошла. И конечная фраза, сказанная главным героем, мне очень понравилась. Меня эта фраза просто взбудоражила. Я всю дорогу домой думала об этом. Мы даже на эту тему рассуждали с молодым человеком. Ну, в общем, посмотрите. Фильм я лично советую. Это не вау-картина. Опять же, для меня фильм на один раз, но его стоит посмотреть. Тебе снятся сны на их языке? Я стараюсь просто быть честной с вами. Также хочу услышать ваше мнение. Пишите свои отзывы. Понравился вам фильм или нет? Что вообще вы думаете по поводу тех или иных высказываний в этой картине? Либо вообще впечатления ваши от трейлера самого? Хотите вы посмотреть, не хотите? В общем, тудымс. А я с вами прощаюсь и пока-пока. Я знаю, зачем они здесь. Какого черта она делает? Доверьтесь мне! Прибытие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова